Всем привет! С вами Маша и полная практика прощения с GreenMindLife и Ярославом Удровранцов. Я хочу с вами поделиться своими осознаниями дня за 16 января. Сегодня, что мне удалось осознать, узнать и понять за сегодня. Первое. Если хочешь быть устойчивым в отношениях с людьми, то с людьми не удивляйся ничему, что они делают. Для меня это очень яркое такое выражение, потому что мы часто очень любим сказать «Как ты так мог? Как он мог так сделать?» или ещё что-то в этом роде. Но когда ты не удивляешься ничему, что делают люди, тебе это помогает сохранять стойкость в отношениях, а не шататься из стороны в сторону. Далее. Я тут подсматриваю, у меня тетрадка всё записана, чтобы не забыть ничего сказать того, чего хотелось сказать. Второе. Это то, что близкие отношения — это самое сложное испытание в нашей жизни. Но именно в близких отношениях с людьми у нас есть колоссальное поле для развития Личности. Всегда, когда мы очень близко общаемся с человеком, эти отношения подсвечивают не только до ваших достоинств, но и какие-то ваши не очень большие достоинства. И близкие отношения в этом плане всё высвечивают, не удаётся ничего скрыть, и всё поднимается на поверхность. Но если работать над собой, вам это даёт близкие отношения, показывая вас, дают вам невероятные возможности работать над собой и становиться лучше. Следующее. Когда мы желаем счастья от других для себя в отношениях, мы желаем счастья от других для себя, это разрушает нас, разрушает отношения. Как только мы начинаем хотеть чего-то другого и хотеть для себя счастья, и говорить, что меня кто-то чем-то осчастливит, этим мы сразу всё разрушаем. Никогда не стоит этого делать. И стоит для себя наполняться счастьем из других источников и дарить это счастье в отношениях других. Источники, из которых можно наполняться счастьем, — это следующее моё осознание за сегодня. Основных их назвали три. Наверняка можно найти для себя очень много источников наполнения счастья. Но есть природа, от которой всегда можно наполниться, есть дружеские, бескорыстные отношения, от которых тоже всегда можно наполняться, и есть молитва к Богу, обращение к Богу. Вот эти три источника нам помогают заряжаться силой, энергией и Любовью. И последнее на сегодня, но не менее важное, говорит о том, что в тот момент, когда ты в отношениях перестал чего-то хотеть от другого человека, но при этом продолжаешь ему служить, и у тебя нет желания от него уйти, в этот момент, именно в этот момент наступает счастье в отношениях. Это то, к чему стоит стремиться, и, конечно же, я лично на сегодня очень далека от этого, но, тем не менее, мне, по крайней мере, видна цель. Поэтому наполняйте счастьем сами, дарите счастье другим, не требуйте ни от кого, чтобы вас осчастливили. И тогда есть шанс, что мы с вами обретём счастье в отношениях. И с вами была Маша, и полная практика прощения с Green Mind Life и Ярослав Мудр-Воронцов.